Плюс 35 за окном Ахтубинцы неофициально открывают купальный сезон. Чем это грозит? Поговорим с нашим гостем, с Олегом Олеговичем Красновским, временно исполняющим обязанности руководителя Ахтубинского отделения ГИМС. Олег Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, почему сейчас, именно сейчас, купаться запрещено? Только что сошла у нас полая вода. Места у нас еще нигде водолазами не обследовано. После половой воды, вы сами знаете, что очень приносит много всякого мусора. Палок, коряк на дне ложится. Дети у нас, как правило, прежде чем зайти в воду, должны сделать что у нас? Зайти просто осмотреть дно, например, на посторонние предметы. Но они, как правило, этого не делают, сразу прыгают в воду. Поэтому происходят всякие у нас случаи с такими детьми. Поэтому я думаю, что у нас администрация города Ахтубинска проявит внимание к этому вопросу, выставит аншлаги, где запрещено купаться на местах массового пребывания людей на воде. Такие места мы будем выявлять сейчас и предоставлять им письмом от нашего руководства. Также хотел бы сказать, что вот был у нас уже случай, один вы, наверное, все знаете. Это было 10 числа у нас, июня месяца, когда компания людей молодых в возрасте 19-18 лет купались на реке Ахтуба, прыгали с берега, что конкретно произошло, мы пока не знаем, это устанавливает следствие. И парень в возрасте 19 лет утонул. Поэтому хотелось бы всех предупредить, прежде чем заходить в воду, куда-то прыгать. Надо обследовать дно, на всякий предмет. Даже может быть где-то там, если дети купаются, там может быть и битое стекло лежать на дне. А вот скажите, сотрудниками ГИМС проводятся какие-то операции, акции, чтобы все это предотвратить? Естественно, у нас каждый день происходят пешие патрулирования. На выходные мы планируем всегда водные патрули, потому что сейчас уже заканчивается, так сказать, у нас запрет на любительский лов рыбы. Сейчас многие уже спускают лодки, будут выезжать, особенно в выходные дни, а также отдыхать. Будут выезжать с детьми, будут нарушать, я так думаю. Но я, конечно, не хотел бы, чтобы они нарушали. Все прекрасно, судоводители должны знать свои обязанности и права, прежде чем посадить, например, ребенка в лодку. Надо на него одеть спасательный жилет, не перевозить ребенка без присмотра в лодке, без постороннего второго человека, кроме судоводителя. Также у нас ежедневно проводятся мероприятия пешие патрули, это вдоль речки, массовое пребывание, особенно это автодорожный мост у нас, ДК Речников, где особенно много очень находится детей без присмотров родителей, поэтому хотел бы обратиться, наверное, больше всего к родителям, а не к детям, чтобы родители, потому что, как правило, сейчас они все находятся в данный момент на работе, а дети оставлены сами по себе, поэтому они уходят молча, по приходу, когда уже родители возвращаются, они уже тоже дома находятся. Мы совместно проводим с комнатой по делам несовершеннолетних, они имеют право выносить им штраф по статье 5.35 административного кодекса Российской Федерации, там, правда, сумма небольшая, отстать до 500 рублей всего лишь, поэтому не хотелось бы, чтобы родителям тоже дети портили настроение, так сказать, с появлением милиции у них дома или вызовав родителей в комнату по делам несовершеннолетних. Поэтому я обращаюсь еще раз к родителям, не оставляйте детей при присмотра дома одних, или как-то контролируйтесь, сейчас, я так думаю, у всех есть сотовые телефоны, можно позвонить ребенку, узнать, где он находится. Если уж вы совместно находитесь с детьми, сами взрослые, на воде, то тоже нельзя возле воды оставлять, особенно маленьких детей, без присмотра, потому что дети, как всегда, у нас балуются в воде, прыгают, может быть, где-то дно и ровное, может быть, где-то всякие за стружки быть, куда ребенок может наступить, испугаться просто и нахлебаться воды. Потом это последствие чревато заканчивается. Вот чревато заканчивается, это в основном в несанкционированных местах? Конечно, это несанкционированные места у нас. Соответственно, вопрос, в этом году нам ждать официального открытия пляжа в районе у нас в городе? Ну, я вам могу сказать так, что пока что планируется открыть в Ахтубинском районе, это два места села Сокрутовка и село Болхун. Они ежегодно там открывают, но там называются, это не пляжи, это места массового нахождения людей у воды. Там проводятся водолазные работы обязательно. В городе пока что я не могу вам сказать, никаких к нам запросов не поступало, можно сказать так. Будут открываться у нас, не будут места этих массового отдыха. Несанкционированных мест у нас очень много. Особенно это такое место, если тут река Ахтуба у нас тут очень мелкая, и судов очень мало, даже маломерных судов очень мало. А вот на Волге, в районе рыбинспекции, все знают это место, это пляж очень большой, песок, где намытый, в свое время был земснарядом. Там река уже судоходная, там ходят не только лодки, там ходят и пароходы. Еще одно, что там минус, это очень большое течение, потому что это все-таки река Волга. Люди плавают на матрасах, их может даже ветром отнести, особенно детей от берега далеко. Мы много поговорили о правилах безопасности на воде. Спасибо большое за то, что уделили внимание. А вот давайте рассмотрим такой случай, если человек тонет. Что делать тому, кто эту картину наблюдает, и тот, кто сам попал в такую ситуацию? Ну, я могу сказать так, что сейчас, смотря кто это будет, это все производить, спасательную, например, работу, но это может оказать любой человек, если даже который не умеет плавать. Это можно найти на берегу ту же самую сейчас палку, любой подручный предмет, кинуть человеку. Любую бутылку из-под воды, она человека выдерживает. Это мы сами даже проверяли специально. Если кто-то спасает человека уже конкретно, в случае, например, взрослый человек, то ни в коем случае нельзя подплывать к человеку спереди, потому что у него появляется страх, он начинает барахтаться в воде по инерции. Он может к вам повиснуть на плечи и вас тоже утопить. Когда человек тонет, он вообще признаки... Он не кричит, он погружается в воду медленно очень. Он стоит стоя, мы сами это видели, это один год у нас уже происходило, это празднование ДК Речняков было, не помню какой год, когда мы там дежурили, на наших глазах человек начал тонуть. Тонуть он как начинает? Он просто уходит под воду, вот так вот ныряет, глазами он просто вот так вот делает, например, и все. Он никогда не кричит. Это все происходит молча, потому что у него происходят спазмы, горло у него происходит. От страха? От страха вода в легкие поступает, начинается у нее отек. Конечно, если можете, то окажите помощь, но сразу надо звонить 112 или 03, обязательно. Мы надеемся, что в этом году несчастных случаев на воде не произойдет. Спасибо вам большое. Мы тоже на это надеемся, конечно. Спасибо. 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 Спасибо.